Приветствую вас дорогие друзья! На связи с вами вновь Куликов Сергей из сайт фокуса от моряка.ру В этом видео мы с вами будем разбирать очередную колоду, колоду которую недавно выиграли в конкурсе лучший комментатор И я хочу отдельно поблагодарить матроса под ником Андрей Орехов за то, что разрешил мне снять обзор на эту колоду Речь идет о колоде Bicycle & Stokes Steampunk Вот именно эту колоду мы сейчас с вами подробнее рассмотрим Окей, давайте смотреть, что это у нас за карты такие Bicycle & Stokes Steampunk Энн Стоукс это такая известная художница, которая любит практиковаться в рисунках именно в стиле Steampunk Именно она и поучаствовала в создании этой колоды Ну как бы, грубо говоря, она приложила полностью руку свою, набитую, которую очень хорошо рисует К тому, чтобы создалась вот эта прикольная дизайнерская колода Bicycle Ну и так, друзья, давайте посмотрим, как у нас выглядят эти карты Значит, на коробочке у нас на лицевой стороне нарисована такая девушка Полностью в стиле Steampunk, то есть механические крылья такие всякие заклепанные Здесь пистолеты в руках Револьверчики такие, да? Очечки, которые можно часто встретить в фильмах о Steampunk В стиле Steampunk В общем, полностью весь такой костюм, который передает именно этот вот дух Именно эту атмосферу Steampunk Здесь такая вот надпись Энн Стоукс Коллекшн И вот такая вот ее эмблемка, такой дракончик Так, вот здесь у нас сбоку написано Steampunk Нарисован механически дракоша Также у нас здесь эмблемы Энн Стоук Здесь тоже самое Steampunk Такой нарисован механический жук И тоже самое это эмблема Здесь у нас изображена так вот девушка тоже в стиле в этом Steampunk С пистолетиком Здесь вот у нее тоже какие-то типа крылья сзади Что-то в общем на спине у нее есть И здесь такое вот кратенькое изображение старших карт И написано Poker Cards на разных языках Итак, ну что ж, давайте теперь посмотрим Что у нас внутри этой коробочки Здесь, как обычно, на ярлычке предупреждающая надпись О том, что не надо воровать ничего ихнее Все это принадлежит им, все логотипы и так далее Итак, что у нас здесь есть Первым делом здесь идут две такие Типа как рекламные карты Эн Стоук В одной написано Fly with the angels То есть летай с ангелами И здесь вот такая вот картиночка с дракончиком И здесь такая вот ссылочка nstalks.com То есть кому интересно, можете перейти на сайт самой этой художницы И посмотреть, что там к чему Что она рисует На второй карте нарисована тоже такая вот девушка с крыльями С таким вот ружьишком С таким вот ружьишком Здесь написано the steampunk angels То есть ангела steampunk И здесь вот такая надпись Reaching for the heavens То есть дотянуться до небес Или достать до небес Переводится примерно так Вот такие вот рекламные картишки Эн Стоук Тот же самый дракончик на обороте нарисован И здесь такая надпись Ну ссылочка на сайт Вот такие вот рекламные карты То есть никаких даблбеков Как мы привыкли И ссылок на прочее здесь нету Джокеры Джокеры здесь такие вот черепушки Два таких вот черепа Очень прикольно нарисованы кстати То есть такие вот какие-то механизмами облепленными Там что-то шестеренками к ним Болтами что-то поприкручено Здесь вот глаз такой Здесь один пустой Ну в общем прикольно очень сделано Видно что с фантазией у Эн Стоук Все офигенно Вот такие вот два Джокера Абсолютно одинаковых Ну так же вот если присмотреться Там видно такие вот На заднем плане шестерни такие нарисованы Сама колода Что хочу сказать по поводу самой колоды Если вы присмотритесь То вы увидите что эта колода Видите как бы разных цветов То есть на каждую масть Пики, буби, крести, черва Здесь идет свой цвет Например пики изображены В таком вот светлом В голубеньком тоне То есть вот так вот у нас изображен Туз пик В виде такой медалечки Да видите И пошли сами карты Вот такие вот у нас пиковые масти Вот так вот у нас изображен Пиковый валет В виде лошади такой закованной В доспехе Вот эта дама Та самая которая нам уже встречалась На коробке этих карт Вот такой вот грозный пиковый король Туз пик Ой туз пик Прошу прощения Туз бубей Насколько мы знаем Буби по-английски Diamonds То видимо здесь вот эти самые Алмазы И решили изобразить И вот так вот пошла Видите да То есть привычных бубей Нам здесь нет Здесь изображены вот эти вот Алмазики Так же как и на пиках Привычных пик нету Здесь такие вот шестерни изображены Вот такие вот у нас Двойка Тройка Четверка Пятерка Шестерка И все остальные карты Вот такой вот у нас Бубновый валет Песик такой миленький В каком-то туннеле В заброшенном Перед ним алмазик лежит Видимо он натренирован Добывать алмазы Вот точно такая же дама Которая нам встречалась На оборотной стороне коробки Тоже такая вот С пистолетом И с механическими крыльями За спиной Такой вот бубновый король Почему-то это младенец Ну не совсем конечно младенец Ну ребенок Который тоже держит В руке алмаз Король крести Такой видеть Бывалый чувак в цилиндре С механической рукой Дама крести Но это та самая дама Которая вот здесь Изображена у нас Походу дело у нее Происходит в Англии Так как виден Биг Бен сзади Здесь валет крестовый Это тоже такой дракончик Полностью механический И такие вот часики Подвешены здесь Ну и сами конечно же Карты Обратите внимание Крести Это тоже такой набор Шестереночек Вот такой вот у нас крестовый туз Такие часики Вот так вот у нас выглядит король черви Такой представительный господин Который выседает на троне Дама черви Тоже такая вот Довольно таки Представительного вида Девушка Вот у нее здесь часики Такие болтаются Сбоку И вот это эмблема А На корсете Валет черви Обычный жучок Ничего особенного Прилетел Посидеть на шестеренках Прикольный жук Ну и все остальные карты У нас точно так же Выполнены Ну и туз черви Такое сердце Механическое Черви как вы видите Изображены зеленым цветом Крести Таким светленьким Такой Немножечко темно-желтеньким Да Этот такой Светло-коричневый В лубе И пики у нас такие вот Что-то голубое Напоминающее То есть если разложить карты Веером То видите у нас Разные цвета Везде идут Что касается Качества кар То ну в принципе Те же самые байсиклы То есть всем привычные Нам байсиклы Просто С другой Как бы сказать С другим дизайном Что у нас на рубашке Изображено На рубашке у нас Изображены такие вот Шестерни Где переплетаются Различные детальки Между собой Заклепанные Да И здесь такая По центру надпись Enstocks Collection Такая в общем Эмблема Enstocks Вот такие вот У нас карты Скользят они Хорошо То есть Вееры С ними сделать Не проблема Ленты С ними сделать Также не проблема Тасуются Они тоже хорошо Ну собственно Как и все байсиклы Так что друзья мои Если вы хотели Купить себе Какую нибудь Дизайнерскую колоду Не совсем обычную А полностью Отличающуюся От привычных нам карт То советую вам Присмотреться К картам Bicycle and Stock Steampunk Карты прикольные Рисунков много Есть на что поглазеть Ну что ж друзья На связи с вами был Куликов Сергей Он же Моряк И до встречи В следующих видео Пока